Показать и доказать свою квалификацию, а так само повысить свой разрад. Областный конкурс профессийного мастерства сярод працонной молоди собрал в Могилёве токаров, фразерующиков, зварщиков, слесаров, буйных предприемств Могилёвщины. На базе завода Могилёв Трансмаш, каля 50 человек спрочалися за звание, лепши у своей номинации. Селетний областный конкурс профессийного мастерства сярод працонной молоди – десятый. За гэтый час, каля 400 человек спрабывали доказать, что яны лепше у своей профессии. Оценивают умения и навыки не только конкретных конкурсантов, а и кадровый потенциал предприемства у целым. Есть хорошие специалисты на предприятии, хорошие коллективы, мастерские коллективы. То оттуда и получается высоколиквидная доходная продукция, которая сегодня можно востребована на других рынках. Больше за усё заявок поступило селета у номинацию «Токар» – 14 человек. Многие удельничали не первый раз и теперь пришли с гаражным жаданием полепшить свой жавыник. Что вы ждёте от этого конкурса? Во-первых, повышение квалификации, денежные призы. Престиж какой-то, коллектив, уверенность. Областный конкурс профессийного мастерства проводится минавито сирот молоди. Узрост удельников до 31 года. А оселета, говорить организаторы, шмат зусим молодых удельников. Например, Денису сяго 19. Первый раз приехал на этот конкурс. Очень немного волнуюсь. До этого не приходилось. Только год как работаю по своей специальности. По традиции, практичная частка конкурса самая цикавая и видовищная. Особливо у кранушшиков, докладней кранаушшиц. Восьяны молодые, метанакерованные, головные профессионалы своей справы. Первое место завоевать оказывается очень просто, как мне казалось. А вот продержаться очень сложно. Поэтому мы здесь оттачиваем свое мастерство, показываем себе и другим, чего мы стоим, наше предприятие представляем. По выниках конкурсу, переможцы смогут подняться на приступку по карьерной лесвице, повысить свой процовный разрад. А это и повышение престижу процовных профессий. Катярына Городницкая, Александр Артемьев, Новины региона.